Сегодня Свердловские СУСКР и ГУМВД, как обычно по важному поводу в совместном комьюнике, отчитались о завершении почти годового расследования массовой гибели екатеринбуржцев от метилового спирта. Ну помните, да, в середине октября прошлого года в Бурге случилась вспышка гибельности от спиртяги, купленной на оптовках и в прочих ларьках. Поначалу речь шла о 18 погибших, потом о 25. В ноябре в кулуарах говорили уже о трех десятках отравившихся. Потом счет как-то потихонечку заглох. И вот прошел почти год. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУСКР следствие завершил. Материалы в прокуратуру на подпись прокурора, правда, пока еще не передал, но это все случится в самое ближайшее время. Основные данные расследования уже известны. Во-первых, от метанола прошлой осенью пострадал 51 человек, из них 44 умерли. Речь идет о жителях трех районов уральской столицы – Чкаловского, Ленинского и Верхосецкого. Во-вторых, перед судом за эту массовую потраву предстанут 7 человек – 6 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет и одна дама 65 лет от роду. Они были звеньями одной бутлегерской цепи. Кто-то поставлял, кто-то посредничал, а кто-то конкретно продавал на рынках палево в руки алчущих, зачастую асоциальных граждан. Спиртоторговцам вменяются три статьи УК – 238, 171.3 и 171.4. Им вменяется хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший смерть двух и более лиц. Также это незаконный оборот спиртосодержащей продукции и незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. За совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. До сентября 2021 года созданная обвиняемая схема по незаконному обороту спиртного не давала сбоев, так как приобретали и продавали они не содержащую в критическом количестве ядовитых примесей продукцию. Но в сентябре 2021 года в нелегальный оборот имя была запущена партия спиртного, содержащая в своем составе метанол в концентрации, которая превышает норму, то есть являющаяся опасной для жизни и здоровья человека. Именно реализация этой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и повлекла за собой роковые последствия в виде смертей граждан. По версии следствия, от употребления этой недоброкачественной продукции пострадал 51 человек, 44 из которых погибли. А руководитель пресс-службы ГУ МВД полковник Валерий Горелых в свою очередь напомнил о, пожалуй, самой масштабной полицейской операции «Алкоголь», прошедшей осенью прошлого года в связи с массовым отравлением народа метанолом. Цитирую. «Представители МВД совместно с коллегами из регионального следственного комитета провели свыше 20 обысков, в рамках которых было изъято более 8 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества». Тщательным проверкам, пока шло расследование, в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата. Все изъятое в рамках оперативных мероприятий полиции передано для временного хранения и последующей утилизации». Конец цитаты.